Здарова вам братаны и братанки, пацаны и пацанки. С вами Дима с Дальнего Востока, с города Владивостока. И ролик у нас сегодня полезней некуда и навряд ли в просторах интернета вы полезнее встречали и где-нибудь встретите. Сегодня я покажу методику проверки светодиодов, а точнее светодиодных линеек оптом. Ведь не секрет, что в ремонтных мастерских стоит такая задача, что светодиодные светильники надо бы как-то тестировать и отбраковывать. А в них стоят вот такие ленточки, и даже в телевизионных экранах стоят вот такие ленточки. И если тыкаться в каждый из этих светодиодиков даже с помощью сконструированного гениальными лайфхакерами устройства, по принципиально такой мудрой-мудрой дроссельной схеме, то зависнете вы за процессом проверки этих светодиодов долго, надолго и очень долго. Ну вот. Я вам предлагаю абсолютно гениальное решение, и кто будет спорить, что оно не гениально, пусть переплюнет меня прямо на этом экране. Да, на этом синим-голубом экране, на моих голубых шароварах, я должен увидеть самоделку, которая проще и круче моей. А если нет, то, как там говорили на свадьбах, пусть заткнется и валит в сад Борреля. Итак, оптом проверяем светодиоды с помощью всего одной детали. Да, ребята, вот с помощью всего одной вот такой детали. Да, деталь немножко дефицитная, но сперва покажу, как с помощью нее проверять, а потом, потом, наверное, я даже подскажу, что это такое, если кто не догадался. Итак, мы берем светодиодную линейку, делаем небольшой блок питания, очень небольшой, очень маленького размера. Сейчас я вам его покажу. Тот, кто не умеет делать вот такие крошечные блоки питания, пусть выковырит такой блок питания из старой-старой светодиодной лампочки, в которой не было импульсных преобразователей и каких-нибудь линейных стабилизаторов тока. Здесь просто диодный мост, просто сглаживающий конденсатор и спасительный резистор. Это не дроссель, не путайте, он просто так покрашен. В общем, обыкновенный выпрямитель, ну, с напряжением, конечно, достаточно, чтобы вот эти светодиодики светились. И вот, последовательно, с этим выпрямителем переменного тока я ставлю вот эту деталь. Если вы меня спросите, почему я так медленно говорю, то, скорее всего, получите такой ответ. У нас на Дальнем Востоке и в городе Владивостоке разговаривают многие, а точнее почти все, ну, те, кто тут долго прожил, довольно-таки быстро. И не все успевают понять основную мысль. Поэтому говорю медленно. К этому выпрямителю мы подключаем последовательно вот эту вот деталь. Показываю на пальцах. Вот так вот. Подключили. В школе с детства нас учили. Если что-то подключили, то пора включать, то пора включать, то пора включать. Включил. Подождал. И увидел. Смотрите внимательно. Все светодиоды, которые исправны, светятся. А те, которые уже начинают выгорать, тусклые и не горят совсем. Давайте пройдемся по этой линейке крупным планом. Я думаю, вы прекрасно видите, что среди светящихся светодиодов есть не светящиеся. Это уже выбраковка. Такой светодиод желательно заменить. И так вдоль всей линейки буквально даже не за минуты, а за считанные секунды. Можем карандашиком отметить все те светодиоды, которые стоит из линейки убрать, либо же прийти к выводу, что с данной светодиодной линейкой сделать ничего хорошего не удастся. И ее лучше выкинуть. Ну ты поглянь какой нахал. И чего ж ты показал? Самую лучшую методику проверки быстрых светодиодов, светодиодных линеек в мире. Да. Чем? С помощью выпрямителя. Я его уже вам показывал. И с помощью керамического резистора. Да, когда-то это было переменное сопротивление. Но я его использую как постоянное сопротивление с нанесенным резистивным слоем, с очень хорошей керамической подложкой и с очень хорошим тепловым рассеивателем. То есть размер этой таблетки позволяет ей прекрасно рассеивать тепловую энергию, которая в результате большого падения напряжения на вот этих двух концах образуется на этой керамической подложке. Чай на ней конечно не скипятишь, но обыкновенный резистор сюда не приспособишь. Точнее приспособишь, но менять их тогда придется как перчатки, как в той песне поется. Ну вот и все, прекрасные маркизы, я рассказал все хорошо. А на этом все, пока, до свидания, ваш ДК. Субтитры сделал DimaTorzok